Научить детей преодолевать страх и верить в собственные силы – одна из задач организаторов этой уже седьмой по счету спартакиады для воспитанников детских домов Хабаровского края. В регионе ООО «Газпром Трансгаз Томск» осуществляют важную миссию в рамках восточной газовой программы. Создают первую на востоке России межрегиональную газотранспортную систему «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Задача не для слабаков. Сегодня мы решили поменять формат спартакиады на военно-патриотическую тематику, для того, чтобы дети посмотрели, как сегодня живут военизированные подразделения, ну и, соответственно, развить или привить у них любовь к родине и воспитать чувство патриотизма. Сохранять равновесие на узком бревне сложно. Роман, капитан команды «Хабаровчан», должен успеть пройти сам и еще помочь своим. Помогать никому не пришлось, даже по палке вот этой длины все справились. Взаимовыручка на полосе препятствий ценится особенно высоко, а в личном за счете смелость и ловкость. Благодаря слаженным действиям команды получают дополнительные баллы за скорость. Четыре минуты, четырнадцать секунд. Одна часть команды спасает раненого, другая прикрывает операцию в перестрелке с условным противником. В меткости нашим героям не откажешь. Судьи говорят, что даже не ожидали такого уровня подготовки. Мы определили по десять минут на каждый этап, а десять минут, казалось бы, это много. Некоторые судьи говорят, да не успеют они за десять минут, представь, там вот это все сложно. А дети успевают меньше пяти минут, по четыре, по три минуты. В задании для разведчиков самое сложное – вытерпеть боль от мелких камней. А Настя, капитан команды из Найхина, кстати, победителей прошлых соревнований, успевает еще и следить за младшими. Самое большое внимание требуют малыши, их надо подгонять и рассказывать им, что как правильно делать. Такая тактика принесла свои плоды. Найхинцы опять победили в командном зачете. Они и другие призеры военизированной спартакиады получают сертификаты на спортивное оборудование. А после соревнований ребята отправились в воинскую часть, где отведали солдатской каши и посетили музей. Анна Кольчук, Надежда Курилина и Роман Матвеев. Вести. Хабаровск. Продолжение следует...